В Барнауле заработал новый светофор на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной. Об этом сообщает официальный сайт города. Работы закончили чуть ранее намеченного срока. Стоимость составила более полутора миллионов рублей. Эти средства выделены в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы. Добавлю, этот участок довольно оживленный светофор там был необходим. Пример взаимодействия бизнеса и власти в интересах народных чаяний. Такой тандем работает в Залесовском муниципальном округе. Там реализуется проект убойного пункта. Подробности у Константина Ганова. Несколько лет назад введенный запрет на подворный убой скота для продажи сделал очень неудобным выращивание свиней и КРС в сельской местности. Не во всех муниципалитетах есть бойни, которые сертифицированы для забоя довальческого скота, выращенного в частных подворьях. Залесовский округ не был исключением. Правда, здесь это законодательное новшество не стало чем-то критическим. Скотину стали продавать живым весом. Обычно к нам приезжают, грубо говоря, люди, которые на месте берут живым весом и увозят уже на переработку на колбасные цеха. Если говорить о наших цехозтоваропроизводителях, ну, они имели свои бойни, тут вопросов не было. То, что они ушли от мясного направления, ну, то есть только облегчило им эту задачу. Сегодня мы понимаем, что все-таки проблема, она пускай не острая, но стоит. Мы все-таки переговорили и договорились с нашим предпринимателем Игорем Кичайкиным. И он взялся строить убойный цех, потому что у него своя переработка, ему необходимо сырье. Сейчас вы здесь видите только песок и строительный мусор. Но очень скоро, уже в следующем году, здесь появится оборудование для забоя скота и первичной разделки туши. И что очень важно, принимать здесь будут скотину не только от сельхозпредприятий, но и от населения. Таким образом, держать на селе скотину на мясо в Залесовском муниципальном округе станет удобнее и выгоднее. Причем и для населения, и для частного бизнеса, который тут же из этого же мяса производит востребованные продукты питания и деликатесы. Константин Ганов, Сергей Седых, новости. Алтайские грибники открыли летний сезон. Фотографии урожая жители региона публикуют в социальных сетях. Грибники хвастаются первыми подосиновиками, подберезовиками, маслятами и благородными белыми грибами. Точными локациями грибники не делятся, но упоминают, что найти урожай можно в Тальменском районе, а также в пригороде Барнаула, в Ленточном бару, в районе Березовки и Власихи. Медвежонка с травмированной лапой спасли в Алтайском крае. Малыша обнаружили инспекторы по охотничьему надзору в Черышском районе. Его родителей поблизости не было и сам он передвигаться не мог. Зверька привезли в Барнаул и передали в краевую общественную организацию «Ноев ковчег». Возраст Косолапова всего 1-2 месяца. Ветеринары оказали ему помощь и отметили, что рана, к счастью, не опасна для жизни. Сейчас Четвероногий отправился на реабилитацию в Алтайский государственный природный биосферный заповедник. Осенью, когда он подрастет и окрепнет, его вернут в природную среду. В Барнауле завершают строительство детского сада на 330 мест. Он расположен вблизи квартала 2038 в индустриальном районе. На работы направили почти 350 миллионов рублей. Детский сад 282 находится по адресу Павловский тракт 170. Садик заработает в сентябре. Основные строительные и отделочные работы уже завершены. Строители заканчивают благоустройство, сообщает Алтайская правда. 60 мест в саду предназначены для малышей ясельного возраста. Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению нулевого цикла строительных работ и прокладки инженерных коммуникаций. Общий объем внебюджетных затрат составил 28,5 миллионов рублей. К этому часу пока все.